Всем большой-большой привет, ребята, и это видео я начинаю с Тимофеем. Поздоровайтесь, мистер. Всем большой-большой привет. Смотрите, какая у меня кофточка. Да, Тимофей у нас теперь нарядный, ему сделали, шили новую кофточку, такую вот с мишкой, сзади на пуговичках, и такие вот джинсы у него есть, и носочки ещё. Ты прям модный. Да, спасибо. И сегодня я бы хотела сделать краткий обзор на уголок для моих басиков. Нам прям выделили целый уголок. Давайте начнём с этой дверки, посмотрим, что здесь есть. Начнём, пожалуй, отсюда. Здесь располагаются игрушки, ребят, и если раньше я снимала обзор, и здесь были такие перегородки, и игрушки разделялись, то есть у Миши свои, у басика свои, у Лили свои. То ещё у нас появился Тимофей, игрушек стало больше, и я убрала просто перегородки, решила их вот так вот все вместе складывать. Каждый знает, где его игрушка, но в основном они играют все вместе, то есть Миша делится с Басиком своими игрушками, Тимофей тоже там. Ну, в общем, они все играют, даже в куклы Лили играют. Здесь у нас располагаются файлик с документами, ну, тут медицинские карты, ребят, вот, и также там есть расписание занятий басиком. Здесь у нас стоят два портфеля, это портфель Миши, он ходит у нас в первый класс, кто не знает, и здесь его школьные принадлежности, книги, тетради и так далее. А это портфель Лили, с ним она ходит на прогулке, также в детский сад, и там всегда одна игрушка лежит, даже сейчас там кукла, потому что эту куклу она всегда носит с собой. Кстати, кто не знает, та кукла, которую мы подарили именно на Новый год. Раньше она играла с этим пупсиком, но теперь он лежит в игрушках, а вот с этой куклой она постоянно играет. Здесь у нас, кстати, две упаковки зубной пасты, также ножницы маленькие, чтобы ребята делали подделки, они здесь лежат, потому что это безопасно. Например, если они хотят поиграть в игрушки, я им достаю эту корзину, ну, или Басик, вот у Басика есть полный доступ к этому шкафу, он достает, все играют, ну, или Тимофей, потому что они постарше. А вот у Миши и у Лили нет доступа к шкафу, потому что им тяжело даже сюда вот дотянуться, то есть Басик или Тимофей становятся сюда и достают. А вот другие не могут. И также тут вот такой вот нагрудник для Лили, потому что она у нас маленькая, и часто он нам нужен. Далее переходим сюда, здесь у нас горшок стоит, это горшок Лили, такой с зайчиком розовый. Был горшок раньше здесь также и Мишин, но Миша уже подрос, и он не ходит в этот горшок, поэтому я его убрала. А, кстати, был такой красивый, мне его было жаль убирать. Также здесь лежат такие влажные салфетки с Басиком, стоят две бутылочки Лили, также две баночки с кормом. Это кружечка Миши, вот, также здесь стоит кружка Басика. За кормом также стоит песок, кинетический, с ним очень классно играть, но его мы редко достаем, поэтому он там так заставлен. И здесь посуда, вилка, ложка, ещё одна ложка и три тарелки. Одна глубокая, другие такие вот неглубокие, вот так скажем. И, в принципе, здесь закончили. Если откроем нижний шкаф, то увидим большое количество одежды. Это всё Басика. Напомню, вот кажется, как будто у него больше всех, на самом деле нет. Просто Басик у нас большого размера, и одежда для него тоже больших размеров. Дальше Тимофея. У него, конечно, меньше всех, потому что он новый Басик. Здесь одежда Лили у нас, и там одежда у нас Миши. Главное не перепутать, смотрите. Ну ладно, пока мы не путали. Вот так вот удобно, здесь в шкафу всё так сложено. Здесь вот, кстати, украшение Лили, такая вот брошка у неё есть, бусы всякие, браслетик. Ну и тут есть такая средняя полочка, здесь лежат книги. Сейчас вам, в общем, покажу немножечко подробнее. Здесь вот бросаются у глаза сразу игрушки. Я бы их, конечно, положила туда, ко всем игрушкам, но, к сожалению, не очень большие. И просто занимают место, всё так навалено. Вот здесь гитара, вот это вот кольцо и самолётик. Что же здесь у нас лежит? Вот у нас здесь лежат книги, вот теремок тут для маленьких и для старшеньких. Вот, дальше такая книга у нас здесь, такая, такая. И ещё про басни. Вот, кстати, басни Басику очень нравятся, он постоянно берёт эту книгу. Далее у нас здесь лежат подделки рисунки. Сейчас я вам их покажу. Всё, что я вам сейчас покажу, это дело рук Басика и Миши. Тимофей пока сделать не успел. Всё, что сделает, буду сюда класть. Также Лили. Просто она ещё маленькая и ничего такого не делала. В общем, начнём. Это у нас сделал подделку Басик. Текст там тоже есть, но, к сожалению, прочитать я вам его не могу. Басик против. Говорит, что личное, то не публичное. Такой букет цветов сделал Миша. Рубашку вот такую Басик сделал. Также с днём рождения рисовал Басик. Любимой маме, опять же, Басик делал. Это Миша делал цветочек на тарелке. Такой красивый цветочек делал Басик. Сердечко такое Басик сделал. Вот это рисовал Миша, кстати, он у нас очень красиво рисует. Этот рисунок он рисовал где-то год назад. Вот, ну, то есть, был очень маленький. Вот он хотел рисовать такой рисунок. Вообще класс. Также это делал Басик. Здоровая мамочка. Тогда уже пользовался сокращениями. Эти цветы делал Басик. Снеговика делал Басик. Ну, больше всего, конечно, работа Басика. Рисовал Мишка. Это, кстати, он только начинал рисовать. Сейчас он вообще классно рисует. Ну, здесь тоже хороший рисунок. Вот это вроде смурфета. Вот ему нравится смотреть. Я забыла. А, вот смурфиков. Название забыли мультика. Это рисовал Миша, такую лошадку. Это рисовал Миша. Вот, кстати, писать ему помогал Басик. Нарисовал Миша сам. Ну, здесь вот он вырезал из журналов. Также рисовал Миша. Это рисовал Миша. Сказку Колобок. Здесь у нас лежат две книги-разливайки. Это книги-разливайки Лили. Она по ним сейчас прям усердно занимается. И также вот здесь вот карточки лежат. Тут у нас ничего интересного. Учебники Басика. Также учебники Миши школьные. Также книги-разливайки. По ним занимаются Миша и Лили. Потому что они для маленьких. Тимофей уже перерос это. И здесь также вот учебник Миши, который дома у нас лежит. То есть просто занимается. Он не школьный. Просто вот дома. Здесь у нас два журнала лежит. Басика. Также личный дневник Басика. Но он давнешний у нас. Вот тут, например, моё любимое время года. Моя любимая игрушка. Динозаврик Рекс. Кстати, этого динозаврика Рекса у нас больше нет. Я не знаю, где он. В общем, там про разбитую любовь. Лучших друзей. Очень много всего. Далее у нас идёт тетрадь для улучшения почерка. Повторейка. Занимался раньше Басик. Потом бросил. Потом стал Миша заниматься по ней. Ну и последнее, что здесь лежит. Это такая вот книга-разливайка для Басика. Делала я её очень давно. Когда Басик ещё был маленьким. Такие здесь интересные задания. Почему она здесь лежит? Потому что некоторые задания не сделаны. Вот, например, вот это задание не сделано. Вот это также можно делать. Не сделано. Вот опять же. То есть интересно. Это Басик рисовал. Смотрите, нарисуй свою самую любимую еду. Бутилоблот с икрой. Ну и на этом было всё. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх. Также подписываться на наш канал. Всех очень любим. И будем ждать снова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok